В очереди на приём сегодня сами медработники. 100 сотрудников Республиканской инфекционной больницы в эти дни вакцинируются от ковид. Все из красной зоны. Но для Натальи Глуховой это не единственная причина поставить прививку. Работаю в ковидном центре, в бактериологии. То есть вирус у меня достаточно высокий. И во-вторых, у меня дома пожилые родственники. Тоже хотелось уже безопасить. В Республиканской клинической больнице с начала пандемии уже переболела почти половина сотрудников. Это подтверждено лабораторно. На ковид здесь проверяют еженедельно и раз в месяц на антитела. С какой скоростью они вырабатываются и снижаются, здесь знают. В течение где-то двух-трёх месяцев антитела достаточно на высоком уровне. А потом оно идёт незначительное снижение. То есть у нас пока нет медицинских работников, которые бы переболели. И у них антитела ушли полностью на нет. А есть те, кто переболел уже и 4, и 5 месяцев назад. То есть какой-то определённый кетер антитела всё равно сохраняется. Как будет формироваться иммунитет после вакцинации в инфекционной больнице тоже проверят лабораторно. Это не обязательно. Но здесь уже решили процесс отслеживать. Всего до конца года от ковида вакцинируют 1300 медработников. На вторую аппликацию прививки их пригласят после новогодних праздников. Если говорить о рекомендациях, то любая вакцинация, какая бы она ни была, тот же национальный календарь любой доктор всегда рекомендует. После вакцинации вообще не быть чрезмерным, не ходить в сауну, не принимать в чрезмерных количествах алкоголя. То есть если это в разумных каких-то пределах, наверное, это не будет являться противопоказанием. Этот совет уже относится ко всем, кто планирует в будущем вакцинироваться. Массовая вакцинация в республике начнется в следующем году, когда именно, пока в региональном Минздраве не говорят. Зато известно, привить от ковид планируется треть населения республики, а это 450 тысяч человек. Придется ли при этом проверяться и на антитела, как сейчас это делают медики, вопрос пока открытый. Регионы ждут новых рекомендаций из Москвы. Оксана Ходикова, Юрий Зелененький, Новости. Кому страшно?